Девушки отдыхают На телеканале «Россия. Культура» музыкальная программа «Клуб Шаболовка-37». Сегодня в гостях Марк Тишман и Антон Лаврентьев. При участии команды «Эллинкрик Крю». Встречайте, Вадим Эллинкрик. Добрый вечер. Я Вадим Эллинкрик, со мной вместе «Эллинкрик Крю». Откроем секрет. «Клуб Шаболовка-37» очень любят смотреть женщины. Я, конечно, был уверен, что это из-за нас. Но есть эфиры, когда понимаешь, что секс-символов у нас много. Сегодня именно такой вечер. У нас в гостях музыкант, актер, продюсер Марк Тишман. И музыкант, и телеведущий Антон Лаврентьев. Марк, Антон, добрый вечер. Спасибо, что вы у нас в клубе. Предлагаю сразу определиться с терминологией. «Красавчик», «Краш» или «Секс-символ»? Слово «секс-символ» меня сразу ставит в тупик, когда, Вадим, вы нас представляли. Я там за кулисами стою и думаю, мне же сейчас надо выйти как секс-символ. Как они ходят вообще, эти люди, эти небожители. Давайте мы будем красавчики, ребята. Как-то хочется быть красавчиком. Марк, как термин «красавчик»? Вах, красавчик. Тогда давайте будем джентльменами. В любой непонятной ситуации ты можешь быть джентльменом. Ну, джентльменом не обязательно быть... Красивым. Красивым, да. Поэтому давайте все-таки красавчики. Я, кстати, сразу хочу сказать, почему я разговариваю так с Антоном очень... Ну, очень просто. Да, 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 фривольно. Потому что мы много лет назад, десятки лет назад... В этом году нашему знакомству исполнится 23 года. 23 года. Мы в подвале познакомились, в подвале спортзале. Я тренировал Антона немножко. Предлагаю начать с музыки Марка, потому что говорить можно много, а музыка всегда лучше. Важно. Корабли срываются с якоря, чтобы сразу в небо, до луны и обратно, мимо целой галактики. Если накрывают одномоментно, и все по-новому, и я словно мальчишка, будто не было практики. Влюбленные люди неосторожны, влюбленным нет ничего невозможного. Под прицелом по краю, по тонкому льду, это я тебя люблю, звучит в каждой твоей моей ночи. Под прицелом по краю, по тонкому льду, это я тебя люблю, люблю, люблю. А мы, что есть силы, что есть дух, убежим друг до друга С невозвратным билетом, по инстинктам, да неспроста. Вопреки всему, она прорастает, даже если все выжжено, Лишь любовь одна выживет, это чистые сто и ста. Влюбленные люди неосторожны, влюбленным нет ничего невозможного. И все мои вчера померкли у твоих фейерверка. Под прицелом по краю, по тонкому льду, это я тебя люблю, звучит в каждой твоей моей ночи. Под прицелом по краю, по тонкому льду, это я тебя люблю, кричит в каждой твоей моей ночи. Субтитры сделал DimaTorzok Влюбленные люди неосторожны Влюбленным нет ничего невозможного И все мои вчера померкли У твоих фейерверков Под прицелом по краю По тонгому льду Это я тебя люблю, звучит В каждой твоей моей ночи Под прицелом по краю По тонгому льду Это я тебя люблю, кричит В каждой твоей моей ночи Вопреки всему она прорастает, даже если все выживет Лишь любовь одна выживет Это чистые сто из ста Марка, представьте, пожалуйста, ваших музыкантов С удовольствием Самая красивая в нашем коллективе официально Наталья Репницына Самый мой любимый гитарист Денис Жданов Человек, которого я знаю Дольше всего из всех В этом В этом нашем пятачке Антон Шохерев И Человек, которого я меньше всего знаю Но очень классный басист Сергей Макаров Марк, а это, кстати, очень здорово Когда приходит звезда И знает всех своих музыкантов На нашей программе мы убедились, что не всегда так происходит И в момент вот этого представления Некоторые начинают вспоминать А с кем же, как же зовут тех, с кем я играю А у вас по-другому Ну, я для себя, кстати, недавно Ребята, только не обижайтесь сейчас Я для себя недавно Такую штуку выяснил Что для меня, наверное Человеческие качества И энергия Которая на сцене вокруг тебя И с тобой вместе Порой даже важнее может быть Профессиональных качеств То есть если у меня будет Два одинаковых суперпрофессионала Я обязательно буду выбирать По человеческим качествам Или даже если там где-то Что-то чуть-чуть А если два хороших человека То, конечно, лучшего профессионала Просто на сцене Вот это такой момент Всегда откровения И уязвимости Что очень важно Чтобы никто тебя Как бы ни твои крылья Не подрезал В этот момент Своей какой-то такой Может быть равнодушной энергии Либо спокойной Хочется, чтобы все вкладывались Вот все ребята Которые со мной Они такие Марк, у меня вопрос Который я задаю Очень многим Очень многим Кто пишет музыку Кто пишет тексты Что появляется раньше Музыка или текст? Всегда по-разному Всегда по-разному Как правило У меня появляется Как бы образ Предчувствия будущей песни Это может быть одна фраза В которой и мелодия И текст А важен, не знаю Как это Географическая точка Температурный режим Шумовое какое-то Вот вокруг Но вообще движение Последнее время я понял Что важно мне В этот момент двигаться Антон, а Ты же тоже И пишешь тексты И музыку Да, да, все так Я предлагаю Перед тем, как мы Начнем обсуждать То, что вы делаете Показать Покажи, пожалуйста Конечно Если ты хочешь Будь как я Вот тебе щит и меч Я забронировал места Чтобы тебя стеречь Лучше музыка Тишина Лучшая смелость Страх Если ты хочешь Быть как я Просто Открой глаза Продолжение следует... Числа Числа или память Люди не узнают Небо над головами Каждый смотрит В сторону света Свою Пару спиной назад Не бойся Лучше музыка Не отводи взгляд Не отпускай лук Пару спиной назад Верни бы Я за тобой Ведом тонким пройду Если ты хочешь быть со мной И вот тебе Вот тебе моя смерть С нею тональности И ключи Чтобы меня стереть Лучшая глупость Та же война Где я оставил страх Если ты хочешь Быть как я Если ты хочешь быть как я Набься вам поставить Жажду дождю Что же между нами Числа или память Люди не узнают Небо над головами Каждый смотрит В сторону света Свою Пару спиной назад Не бойся Ловлю Не отводи взгляд Не отпускай лук Пару спиной назад Верни бы Я за тобой Тотким следом пройду Пару спиной назад Не бойся Ловлю Не отводи взгляд Не отпускай лук Не отпускай лук Пару спиной назад Не бойся Не отводи взгляд Не отводи взгляд Антон Представь пожалуйста Свой коллектив Гитара Роман Ефанов Бас-гитара Алексей Кишин Барабаны Александр Ахмай Клавишин Аркадий Денис Антон скажи А ты как пишешь Свои песни Ты знаешь Сейчас Я склонен Относиться К написанию песен Как к некому пути И его надо прожить То есть это какой-то Отрезок времени Когда у тебя Собираются эмоции Мысли События Это все в тебе варится И это невозможно Торопить Я пробовал Не получается У меня есть Несколько понятий Написания песен Техническое То есть Надо написать песню Садишься И пишешь Благодаря моей прекрасной супруге Она научила меня это делать Но есть вот Как я его называю Некое тру Когда ты Встаешь в поток Не знаю Освобождаешься от зажимов Как угодно это можно называть И вот этот момент Тебе нужно прожить И в какой-то момент Какой-то один из безоблачных Или облачных дней Господи И все И тут самое главное Написать А есть какое-то Такая Субъективная Или Скорее субъективная Как критическая Оценка того Что ты сделал Вот я например Обычно пишу что-то Откладываю На ночь Утром слушаю И 99% Того что я написал Оказывается чудовищным Я к этому больше Никогда не возвращаюсь Я вот очень понимаю То о чем говорит Антон Ты проживаешь В жизни Смотришь свою И проживаешь ее Как в кино И если у тебя есть Как бы такое умение Такая потребность Писать песни Это как то самое яблоко Которая падает тебе На голову И И приходит Эта теорема И приходит песня Но У меня есть Вот такой Как бы отбор Естественно Я никогда не записываю Песен И не записываю Даже на диктофон И не записываю В заметки И вот этот внутренний отбор Если я ее запомнил На утро Через неделю И через месяц То тогда Я ее Дальше продолжаю Над ней работать Некое Некое вокальное шоу Ну да Или скорее композитор Поэтическое шоу Марк Скажите А что у вас общего С Марком Бернесом Меня в честь него Мама назвала Я свое детство Провел в Дагестане В городе Махачкале Там родился Там окончил школу И когда я родился В моей семье Был старший брат Ему было 4 года Его звали Миша И Мои родители Не могли придумать Мне имя Папа очень хотел Чтобы меня назвали Филиппом Мама очень не хотела И вот она Не могла предложить Никакой альтернативы И мне было уже Несколько недель И Значит Был дома Мальчик Младенец Без имени И брат Который Это было лето Я родился летом Он прибегал После прогулки С друзьями Говорил Ну столько классных имен Почему вы его не назовете Абдурахман Магомедбек Абдулла Ну то есть он перечислил Имена всех С кем он гулял во дворе Но тут Значит Мама меня кормила И По телевизору Показывали фильм Два бойца И Там возник Марк Бернес И мама подумала Он будет Марком Бернесом Кстати Есть очень интересный Случай Который Тоже подтверждает Что Во что-то мы Такое все Загружены Интересное В общем Один У меня есть приятель Который занимается Старинными книгами Какими-то интересными Автографами Удивительных людей И он мне на день рождения Дарит Карточку Фотокарточку Марка Бернеса С его автографом А он не знал Что меня в честь Него назвали Но просто Марк Певец Мы сидим Выпиваем Отмечаем Мой день рождения И он говорит А тебе не интересно Где Марк Бернес Поставил этот автограф Я говорю Конечно Очень интересно Он говорит Он поставил этот автограф После своего концерта В Ярославской филармонии И тут у меня в голове Происходит Такой Коннект Потому что Первый в моей жизни Сольный концерт Произошел у меня В Ярославской филармонии Вот так Марк А что Вы принесли С собой Я прошу Всех кто здесь И всех кто У телевизора Обратить внимание На эту песню Мне кажется Это какое-то Мое получилось Самое большое Высказывание Пока по жизни АПЛОДИСМЕНТЫ Я бы выбрал лица, я бы выбрал лица Лица людей, далеких и близких Главных героев и просто статистов Это был бы длинный, очень длинный список Родных, любимых, случайных вчерашних Будущих вечную, куда-то спешащих врачей Кинозвезд, лица домашних Лица знакомых и незнакомых Невстреченных, встреченных, ведущих, ведомых Бедные, богатых, лица бездомных Взрослых детей, стариков непременно В каждом лице вся жизнь откровенна Биография без пауз, это бесценно Скрыть невозможно все, что происходило Лица хранят нашу слабость и силу Наши свидания, наши прощания Взлеты, страсти, разочарования Завтраки, ужины, часы на работе Все, что стало ненужным Все наши заботы, наши желания То в чем мы повинны Каждого, кто навсегда нас покинул Каждого, с кем мы расстаться не сможем Того, кто охотно в спину нам ножик Все, что давалось нам слишком сложно Скрыть на лице ничего невозможно Наркотики, музыку, ритмы, литры Жертв, палачи, игроков, арбитров Каждой морщине и полуулыбки Все наши победы, наши ошибки Все, что сказать, никогда не сумеем Все, чем живем, чем горим и болеем У всех, что тепло нас больше не греет Наши лица хранят Они как-то умеют Прости меня, мама Прости меня, папа Я не стал самым умным Или самым богатым Я не самый счастливый Не самый крутой Но вот мое лицо Я самый живой Прости меня, мама Прости меня, папа Я не стал самым умным Я не стал самым умным Или самым богатым Я не самый счастливый Не самый крутой Но вот мое лицо Я самый живой Когда закроют все банки Когда вырубят интернет Когда закончится нефть Когда выключат свет Когда исчезнут все фото Из телеграма Нас перестанут делить По городам и странам Когда не станет никто Никуда торопиться Мир откроет свою историю На последней странице Там не будет слов Там будут лица Там будут лица Марк, потрясающий текст, спасибо огромное Спасибо Я понял филфак МГУ Я это услышал Потом у вас был ГИТИС, как я понимаю И вы стали петь Почему вы не остались Не знаю В каких-то других профессиях Но пел я на самом деле всегда Я думаю, что примерно С той поры, как мама назвала меня Марком Но помню я себя чуть позднее Поэтому пел я всегда Я всегда знал, что я буду петь Более того Никаких каких-то Особенных Предпосылок к этому не было Ни в семье Ни каких-то Мне кажется Никакого голоса Особенного слуха Но ходил в музыкальную школу И очень хотел Поэтому я уверен, что Желание Это равно талант И когда сегодня Вы говорите, что текст хороший Я вижу, что зрители Плачут после этой песни Но это только мое желание Просто высказать что-то С чем я пришел Или что я накопил А этот язык Музыки и текстов Он мне как-то оказался Самым близким И понятным И удобным, наверное Антон, а У тебя же тоже образование Изначально Это международный университет Экономический факультет Журналистика 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 Тоже не захотелось Остаться в профессии Жизнь так пошла А что ты сейчас споешь? Я сейчас спою Очень Тоже важную В моей жизни песню И Пока не спою Ничего о ней не скажу АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ВСЕЛЬМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Можешь забросить Был да и вышел весь Каплями по песку Слезами по глазам Если бы захотел Я бы остался сам Горит Сердце горит Чертов магнит Глаза твои Дари Сердце дари И снимай ее мысли Пеплом забьет виски Память плохой макоз Крепче меня держи Не задирай нос Если бы мог играть Клавиши черные Руки твои, глаза Ночи нескромные Горит Сердце горит Чертов магнит Глаза твои Дари Сердце дари Песни мои Мысли мои Горит Горит Сердце горит Чертов магнит Глаза твои Утари Сердце дари Сердце дари Мисни мои Мисни мои Антон, а расскажи, пожалуйста, про эту песню Теперь же можно уже Эта песня была написана, как ни странно, в момент очень большого душевного напряжения Оно было связано с колоссальным выгоранием Не дела сердечные, не какие-то отношения, нет Я какое-то время назад участвовал в одном тревел-шоу И мы настолько напутешествовались Что, несмотря на то, что эта песня была написана на живописном побережье Италии В сентябре, в бархатный сезон Ну, то есть красивее нельзя представить, ну, ничего, не знаю, что это может А я сидел на берегу Терренского моря И никакие краски, никакие запахи, никакие звуки не доставляли мне вообще ничего Абсолютно Я вот сидел и думал, а что же, а зачем вообще это все И родилась эта песня Скажи, пожалуйста, а вот, в принципе, ну, когда Италия за окном Или, наоборот, Норвегия Это влияет вообще картинка? Совершенно Ну, и здесь нужно сказать, что я очень люблю свой родной город, Москву Где бы я ни был, как бы красиво ни было, проходит две, максимум, три недели Я говорю, я хочу домой Мне надо домой Я не знаю, в чем парадокс Я удивляюсь, когда люди говорят, что Москва не солнечный город Потому что для меня это самый солнечный город на свете Какие бы дожди там ни происходили И это здесь не дышится так, как не дышится нигде на свете А я побывал Вообще-то удивительно романтичный человек Никогда бы не подумал Антон Лаврентьев Марк, нам нужна музыка Да, музыка сейчас будет музыка наивная Которую я написал, когда был совсем юношей Влюбленным Но эта песня во многом помогла мне Помогла мне стать участником одного реалити-шоу Благодаря которому меня узнали люди Мы решили ее вспомнить АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Аплодисменты. Я мог бы тебе подарить Небо в алмазах Я мог бы тебя удивить Всем на свете и сразу Я мечтаю тебя увезти На восходный янтарный Где в запахе зеленой сосны Стихнет ветер коварный Я хотел бы для тебя стать всем Или лучше мне тебя не знать совсем Я стану твоим ангелом Я буду прилетать к тебе Я стану твоим ангелом И в счастье и в беде Я стану твоим ангелом Чтоб крыльями от бед укрыть Я стану твоим ангелом Чтоб просто рядом быть Белым облаком хотел бы ласкать Твои плечи и губы Я б научился твои мысли читать Словно маленький пудак Да, я бы в сердце твоего тайника Заблудился навеки Я бы негой поутру открывал Твои сонные веки Я так хотел бы для тебя Стать всем Стать всем Или лучше мне тебя не знать Совсем Я стану твоим ангелом Я буду прилетать к тебе Я стану твоим ангелом И в счастье и в беде Я стану твоим ангелом Чтоб крыльями от бед укрыть Я стану твоим ангелом Чтоб просто рядом быть Для тебя я стану всем Мой ангел Или мне не знать Тебя совсем Мой ангел Ангел мой Я стану твоим ангелом Я буду прилетать к тебе Я стану твоим ангелом И в счастье И не дай бог в беде Я стану твоим ангелом Чтоб крыльями от бед укрыть Я стану твоим ангелом Чтоб просто рядом быть Мой ангелом DE И не дай бог в двой И не дай бог в беде Я стану твоим ангелом cinza В юном возрасте, совсем в юном, увлекались очень географией, знали все страны, флаги, столицы, реки. У меня есть для вас маленький экзамен телеканала «Россия. Культура». Я буду называть те города, в которых бывал Антон, а вы скажете, в какой стране находится этот город. Супер. В общем, сейчас мы продемонстрируем географию путешествия Антона и мою слабую память. Память, память. А вы ковидом болели? Болел, конечно, как и все. Память ослабла, наверное, как у всех. Конечно. Хорошо. Тайбэй. Тайбэй — это Тайвань. Тайвань, совершенно точно. Манила — это просто. Филиппины. Абсолютно точно. Я сам подглядываю, потому что я бы не ответил. Среди нас только один человек здесь знает наверняка, где это было, и то, наверное, не точно. Я тоже ковидом болел, слушай. Я понял. Пнампень. Ох, Вьетнам? Нет. Рядом, рядом, рядом. Рядом. Сейчас, сейчас, сейчас. Камбоджа. Камбоджа. Точно, абсолютно. Ла-Пас. Ла-Пас. Это... Сейчас, ну где-то... Боливия какая-нибудь. Как такое забудешь? Боливия? Абсолютно. И то, что, в принципе, мне кажется, нормальный человек ответить не может. Только Антон. Виндхук. Да, это правда. Но это какая-то Азия, конечно же. Виндхук. Это... Это Намибия. А-а-а. Ты там был? Да, да, конечно. А я правильно произнес? Виндхук? Да, Виндхук. Виндхук. Машка. Вы же понимаете, почему Виндхук? Там были голландцы. Это была голландская колония. Именно поэтому, так как голландский язык удивительно певуч, они, собственно, и назвали Виндхук. Вот поэтому, да, очень живописно. Да, но, Марк, вы просто... Вы поете великолепно. У меня же здесь есть специальное ухо для общения с редакторами, и они все просто восхищены вами. А представляете, как раньше-то я еще мог рассказать, какой флаг у этой страны. Хотите, я дам ручку, вы нарисуете у меня на планшете. Это займет какой-то... Шучу. Антон, скажи, пожалуйста, а правда, что в студенческие годы ты организовал, как это правильно назвать, агентство по охране музыкальных мероприятий? Нет. Не так было? Не правда? Я просто пошел работать в эвент-индустрию и в агентстве, скажем так, праздников. Прошел весь тернистый путь от там, младшего подай-принеси, до второго человека компании. Ну, это был то... А, то есть ты никогда не стоял на входе... Я не охранял мероприятия. Не охранял мероприятия. А, это ты говоришь? Конечно, да, это было, это было. Значит, прям охранял мероприятия. Не, фейс-контроль мероприятия. Фейс-контроль. Да. Расскажи, а ты пускал только обеспеченных или хороших людей тоже? Я тебя пускал. Меня? Да. Я был не обеспеченный. Значит, ты хороших людей тоже. Хороших людей тоже. И меня пускал. Нет, тебя-то, конечно. Как тебя не пустишь-то? Ты знаменитый. То есть... Расскажи, кого ты еще не пустил? Шучу. Лучше спой. Да, пожалуйста. Вот удивительное дело, кстати. Возвращаясь к нашему разговору о песнях. Да, о том, вот как пишем. Эта песня была написана на коленке за 20 минут. Просто для того, чтобы... На своей? А? На своей коленке? Нет, все было на своей коленке, дома, очень быстро. За 20 минут эта песня была написана в качестве какого-то наброска. Просто, чтобы порядовать знакомого человека, у которого было плохо вообще в жизни. Там была душевная драма очень большая. И кто мог подумать, что эта песня пройдет такой большой творческий путь, что люди на концертах подходят уже и говорят, что, Антон, мы выросли на вашей песне, а мы под эту песню женились, а нам так нравится. Ты никогда не знаешь, как это. А иногда сидишь, думаешь, надо написать нетленное что-то, чтобы меня запомнили люди, и обычно получается какая-то чушь. АПЛОДИСМЕНТЫ Моя романтика режет ударами волн и бьется в тон глазами синим и синим. И до бесстыдства красивыми и сонными, как будто это дано. Руками держит и плавит слезами и пламенем, а вдалеке уже заре. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Глазами в глазах ловить пустоту Сердце снизу вода давит на солнечный свет Тебя и меня нет Уже вместе по проводам В горле ядерный ком Ты слышишь мои слова, моя романтика Сверху снизу вода давит на солнечный свет Тебя и меня нет Уже вместе по проводам В горле ядерный ком Ты слышишь мои слова, моя романтика Сверху снизу вода давит на солнечный свет Мне две тысячи с лишним Тебе всего двадцать пять лет Сердце ядерный ком Ты слышишь мои слова, моя романтика Ты слышишь мои слова, моя романтика Ты слышишь мои слова, моя романтика и который даже меня трогает. Спасибо большое. Мне прям умница. Спасибо. Молодец. Кстати, предлагаю еще обсудить одну тему, которая нас всех объединяет. Мы все трое музыканты и телеведущие. Мне, например, быть телеведущим гораздо сложнее, чем музыкантом. Во-первых, музыкант я один. Один, я имею в виду, когда я играю соло или что-то. Понятно, что мы все... Нет, Сань, извини. Александр Родовский на меня посмотрел с укором. Нет, конечно, мы все вместе, но, в принципе, я понимаю, что я отвечаю за свое соло. И даже если я что-то сыграю не так, все на меня вот так посмотрят, как Александр. И публика поймет, что ошибся один я. А когда ты телеведущий, за тобой просто сотни людей, и ты понимаешь, что ответственность мне тяжелее. Ты совершенно прав. Телеведущий, человек на экране, это продукт работы огромной машины людей. И если, не дай бог, телеведущий об этом забудет, то эта проблема, к сожалению, становится для всей большой этой команды людей. Потому что тут нельзя себя возносить. Мы всего лишь винтики в механизме. Да, нас видят миллионы. Блестящие, блестящие. Блестящие с вкраплениями, да, там, звездной пыли, это так, чтобы блестеть. Но здесь очень важно понимать, что мы — это винтик в механизме, который должен работать. И здорово то, что у нас есть такая возможность, потому что это колоссальный опыт. А для тебя, как для солирующего музыканта... Который еще и не умеет петь, это единственный выход быть популярным. Получается так. Марк. Я в последнее время очень ограничил этот вид своей деятельности. Я понял, что вот это мне гораздо интереснее. Вот поэтому оно и легче. Не то, что я там просто вот так лениво пришел спел. Мне интересно преодолевать трудности вот в том, что касается музыки и исполнения песен. Вот видение... Я очень люблю людей, в принципе. Я, в принципе, очень люблю людей. Поэтому от телевидения... Это да, Антон прав. Это огромная команда. Очень важно, чтобы совпали с редакторами. Чтобы были классные тексты. А еще лучше, если чтобы у тебя хватило времени вместе с редактором сесть, эти тексты написать, чтобы ты говорил своим языком. Сейчас мой редактор заплакал как раз. Я слышу рыдание. У меня были случаи... Господи, он идеальный. Мы взяли не того ведущего. Да, Вадик, уходи. Были случаи у меня, например. Я работал в прямом эфире. И, значит, ну, телезрители знают. Вот у нас мы сидим... У нас есть такие уши, где нам редактор может подсказать. Сказать, что надо сейчас говорить. Вот я помню, мы не сошлись с редактором. Прямой эфир. И я делаю в прямом эфире вот так. Чтобы он понимал, что я его больше не слушаю. Я вытаскиваю это ухо. И как бы в прямом эфире остаюсь в свободном полете. Извини, пожалуйста. Мне только что сказали, что тебя передумали брать на мое место. Спасибо тебе большое за эту историю. И вообще, в принципе, все твои песни вырезали. Слушай, ну тут ты прав. Ты прав в том, что нужно делать то, что любишь. И любить то, что делаешь. Иначе зачем себя обманывать? Марк, предлагаю заняться тем, что ты любишь больше всего. А ничего, что мы на тыс уже перешли. Вообще, мне кажется, это хороший знак. Очень хороший знак. Тогда то, что ты больше всего любишь. Да, сейчас вот этим и займусь. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Только любовь спасала заблудшее племя Так от ночи рассвет спасает землю Так мягко, мягко, так сильно, сильно Как будто над сахарой льют ливни Как будто из лопаток крылья растут Растут, это всё теперь твоё А как иначе, это всё теперь твоё Бери, зачем ты плачешь? Это то, что в нас из глубины времён Это самый мощный жизненный закон Если любишь всей душой Гори, это чувство всем вокруг Гори, имя твоё про себя повторю, как молитву Ты мелодия моего ритма Если любишь всей душой Гори И на крыльях до небес Пори Только любовь спасала заблудшее племя Так от ночи рассвет спасает Это всё теперь твоё Антон, я предлагаю обсудить ещё одну тему из того, что мы очень любим Дело в том, что перед эфиром мы с Антоном очень много разговаривали О том, как мы относимся к семье, к детям И вообще, как мы всё это любим Это так Жизнь разделяется на до и после Я не первый человек, кто это говорит И далеко не последний, но это так Если бы я только знал, как это здорово То, наверное, завёл бы... Ну, нет Не завёл бы ребёнка в 14 лет Нет, нет, нет Всё случилось, когда случилось Это совершенно удивительный опыт Это великое счастье И это великое счастье в скором времени станет двойным Потому что у нас будет пополнение Мы ждём второго ребёнка Мы с первым-то иногда просыпаемся ночью и такие Мы родители, ты представляешь, мы родители, у нас ребёнок, он вон спит А сейчас их будет двое И мы просто в каком-то удивительном состоянии пребываем Слушай, ну я безумно за вас рад А ещё я рад тому Я наблюдал за тем, как Алина смотрит на тебя, когда ты поёшь Я понимаю, что, конечно, Алина профессиональный человек И может изобразить совершенно любую заинтересованность Но я видел, что это абсолютно искренне Поэтому я так за вас рад Спасибо большое Ты знаешь, у нас есть песня в концерте, которую мы поём вместе Мы сегодня её исполним Вот в этой песне, там есть момент, когда я читаю стихи Аля слышала эту песню Я даже не знаю Там, наверное, больше двух сотен, трёх сотен раз И стихи эти она тоже слышала Ну то есть там уже, там уже, там нечего даже подкладывать уже, чтобы там скупая слеза выливалась Она плачет каждый раз Да, это так И мне так повезло с моей женой Тогда предлагаю проверить это Пожалуйста Встречайте, моя спруга Алина Островская Расскажу вкратце историю Почему, собственно, во-первых Ну, эта песня дуэтная, но эта песня про неё И мы тогда ещё не были знакомы лично Я знал её только по фотографии и влюбился И так случилось, что наша общая подруга, Регина Тодоренко, попросила мне написать песню Для, как некий, ну, некий, скажем так, гимн нашего телепроекта, этого Тревел-проекта, в котором мы все вместе в итоге, потом уже в итоге работали Я такой, хорошо Сел И, думая об Али, написал Хотя мы никогда в жизни не встречались И вот теперь мы поём его вместе Пророческая песня Всем здравствуйте АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ За твоими глазами Звёздное небо и два океана Я себе обещаю С тобою встречаться по мере Дианы От жары плавит воздух Мы его выдыхаем одними словами Мы, как рыбы, уткнулись друг к другу лбами Самолёты опять украдут наш возраст Это мой адмирай Это моя крепость Я позабуду твой номер Не стой на летность Я отправляюсь в ад Ты, я надеюсь, в ад Давай Это мой адмирай Это моя крепость Я позабуду твой номер Постой на летность Я управляюсь в ад Ты, я надеюсь, в ад За твоими стихами Сценарии встреч и всех расставаний Я себе обещаю К тебе дотянуться по всем расстояниям От жары плавит воздух Мы его выдыхаем одними словами Мы, как рыбы, уткнулись друг к другу лбами Помолёты опять украдут наш возраст Это мой адмирай Это моя крепость Я позабуду твой номер Постой на летность Я отправляюсь в ад Ты, я надеюсь, в ад Давай Это мой адмирай Это моя крепость Я позабуду твой номер Постой на летность Я отправляюсь в ад Ты, я надеюсь, в ад Я скучаю Скучаю внутри и снаружи Снег с дождем, соль и перец с небом Мы с тобой через очень тонкие стены Перестукиваем все сердце к сердцу Обними меня там, где я не был Обними меня, как обнимают потерю Огретённого слуха в пяти децибелах Обними меня, чтоб между нами открытые двери Ведь объятие самый правильный способ согреться Я скучаю, и ты скучаешь И от этого чувство вкус горьковатый От этого счастья, что не стекловатый И не камень внутри, а живое сердце И хотя оно коротит и искрится, то светит Чтобы легче тебе было возвращаться Засыпать, просыпать и в конечном итоге друг в друге Опять просыпаться, я уже говорил, но ещё раз Объятие в лучшем случае Самый правильный способ согреть Это мой отрай, это моя крепость Я позабуду твой номер, простой на редкость Я отправляюсь в ад, ты я надеюсь на это Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Алина Островская, Марк Кишман, Элен Крик-Крю У нас еще один совместный номер, который мы создадим прямо у вас на глазах Будьте с нами и слушайте только хорошую музыку Без мыслей Задержись в этот раз в моей квартире, как быстро Мы трезвим и тонем в реальном мире до боли Укуси мне запястье тут Я набью в этом месте тату твоих первых букв Завесли Где-то между первым и вторым куплетом у жизни Много красочных странных сцен об этом Как долго сможешь не отводить взгляд Я спросила тебя 17 минут назад Ты отдай, отдай мне свободу Жадно выпью до дна Так красиво смотреть на огонь и воду И прямо тебе в глаза Ты отдай, отдай мне свободу Жадно выпью до дна Так красиво смотреть на огонь и воду И прямо тебе в глаза Прямо тебе в глаза Прямо тебе в глаза Добраться К уязвимым местам открою окна Все птицы Из меня вылетают в небо сотни Быть ближе Разорвать километров ось Не представь, что я смогу стать счастливой вновь Ты отдай, отдай мне свободу На двадцать четыре часа Так красиво смотреть на огонь и воду И прямо тебе в глаза Ты отдай, отдай мне свободу Жадно выпью до дна Так красиво смотреть на огонь и воду И прямо тебе в глаза Прямо тебе в глаза Прямо тебе в глаза И во все времена И по всем краям далеким и близким И как бы высоко не взлетал человек И как бы не падал низко И каким бы ни был придавлен тяжелым веком Любовь — это то, что делает человека человеком Любовь — это то, что делает человека человеком Спасибо небеса Спасибо небеса Спасибо небеса Любовь — это то, что мы проводим Иurnмした Иurnмした Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok